А вот это был Аник, друзья. Смотрите. Чем интересно? Всего лишь 115 килограмм весом. А как блестит. Он не полированный. Эхо есть. Сергей мне рассказал, как вот это все создавалось. Очень интересно. Сейчас попробую вам передать. Спасибо огромное. Ну, передать, как это делалось. Да, Игорь расскажет лучше, чем я. Это была мечта летать. Ну, и есть мечта летать. Нужен был аппаратик одноместный. И Сергей как-то нарисовал ее бессонной ночью. Потом показал какому-то своему другу, который поместил эту картинку в интернете. И за одну ночь продал пять аппаратов. Говорит, все, вот давай, собирай заказы. Собирай, нам такое надо. И этот аппарат сделали. Был инвестор, который финансировал какое-то количество работ. Ну, потом так получилось, что инвестор пропал. Потом там с переменным успехом это все делалось. Делалось это все на Бланике. Собственно, Сергей работает на Бланике. И в этом году руководство у Бланика стало новое, модное и современное. И они говорят, а что? У нас такая штука валяется вообще без толку. Ну, вообще запатентовано все. То есть, представляете, здесь вращается вот так винт. Это электромотор. Ой, какой кошмар. Чуть не поломал склады. Видите, для чего эта изолента наклеена? Для того, чтобы вот такие дятлы, как я, не смогли поломать этот прекрасный летательный аппарат. Помните, я в музее ВСР Купик как раз показывал аппарат, у которого также реализован винт. Пожалуйста, хорошее продолжение этой же идеи. Вот это вот окошко, это для вентиляции. Я так понимаю, что здесь можно в будущем разместить парашют. А тут, скорее всего, батарейки. Очень интересная концепция. То есть, качество, конечно, у этого планера будет в районе 27, как раз как у классического Бланика. Но самое главное, что можно его сделать относительно недорогим. То есть, такой планер можно будет производить относительно недорого и в легком классе. И он будет летать. Интересное решение с ручкой. Видите, она сбоку. Кабинка и минимум приборов. Что вам нужно для того, чтобы летать? Скорость и вариометр. Высотомер так, визуально. Я тоже высотомеры на свои планера новые не ставлю. Зачем, если и так видно, сколько высоты ты имеешь? Пожелаем удачи интересному электрическому концепту. Будем радоваться, если он будет производиться. Что-то новенькое мы нашли, друзья. Какой-то новый планер. Такого я еще не видел. Судя по всему, очень легкий. Мечта называется. Ну, Dream to Fly. Можно сказать, планер электрической мечты. Как вы видите, тоже версия. Только, видите, все-таки не прилипает винт пока. Не знаю почему. Скорее всего, можно будет потом сделать. Видно, конечно, по кабине, что это такой компромисс. Что мы можем прочитать про эту мечту. Здесь все написано. Ну, какой-то стартап. Кабинка маленькая, легенькая. На сайле чем-то похож. Выяснились характеристики этого аппарата. Во-первых, базирование на базе Silent, я уже сказал. Что сделали нового? Засунули в фюзеляж батарейки. И использовали очень качественные припреги, что позволяет сделать очень легким этот планер. То есть, он будет в классе ультралайта, сверхлегких планировочков. Ну, посмотрите на сайте его точные характеристики. Ну, по крайней мере, эта идея, что сделать планеризм доступнее. То есть, это все несколько дешевле. Оно, конечно, летает. Тот же, например, Minilag летает лучше, однозначно. И там Диана в обреженной версии. Но недорого для тех, кто хочет летать спокойно и не торопясь. Вполне себе нормальный аппарат. На выставке можно встретить много хороших людей. Роман из Чехии. Мы производим электрические дельтолеты, дельтопланы полностью из карбона. Все изготовлено из карбона. Вся телега карбоновая, рессора карбоновая, обтекатель карбоновый. Электромотор от фирмы Gager. Винт складывающийся. Здесь хранится батарея. Две упаковки. Там еда. Где батарея? Сейчас нет. Это важнее. Контроллер. Два пака по 4 киловатта. Позволяет летать в одноместном варианте около час-час двадцать. В двухместном 40 минут. Это версия Lite. У нее нет спассистемы встроенной. Она подразумевает размещение спасательный парашют на животе. На пилоте? Да, классическое. Очень легко разбирается. Полная сборка-разборка занимает 5 минут. Грузится в легковой автомобиль. Все детали из карбона. Четырехточечные ремни. Производятся в Чехии. А это такой же аппарат, только двухместный тандем. Но винт у него уже не складывается. Это не складывается. Это Helix. Есть более лучшие винты. Но Helix легко сертифицировать с этим аппаратом, чтобы продавать на рынок Германии и другие рынки. Здесь стоит условно два таких мотора. Он более мощный. Сейчас стоят пакеты 2 по 4 киловатта. Тоже 8 киловатт. Киловатт часа. 40 минут. Да, киловатт часа. Потом нас не говорили, что мы тут физику не учили в школе. Люди вообще вампирах называют и считают это правильным. Снизу стоит парашютная система. Она в мягком корпусе. Здесь ракета. И она вываливается или ракета? Ракета выбивает крышку. Это специальный 3Мовский скотч, который сертифицирован для этой крышки. Выбивает ракета, вытягивает камеру и тандем спускается. Она спасаемый вес до 450 килограмм. Аппарат тандемный, компактный. Имеет очень узкую форму для лучшей аэродинамики. Аэродинамическое качество крыла 18 единиц, что позволяет тратить мало энергии для полета. Этот аппарат летает с парамоторным двигателем. Мощностью 30-33 лошади. Тандем. Двухместный дельталет на парамоторном двигателе. Но летает около часа, да? Ну, конкретно сейчас 40 минут. Но в перспективе аппарат будет немножко шире делаться. Будет вставка 8-10 сантиметров, что позволит поставить 4 пакета и увеличить летное время в 2 раза. И пипистрель, друзья, пока летает 15 минут. Но мы надеемся, что он будет летать в 2 раза дольше. Наша мастерская изготавливает изделия из карбона. В том числе для фирмы АТОС, которая производит эти аппараты. Это спидбар из карбона. Это главная труба. Центральная. Это хвост. Это крепление стабилизатора. И в том числе эта фирма делает детали для Археоптерикс. О, Археоптерикс. Это детали от Археоптерикса, сделанные в Чехии. Мой ролик-миллионник про Археоптерикс. А это его детали. Да, это его детали. Здесь детали, которые весят 2 грамма. То есть, вот обтекатель колесный, например. Он вообще ничего не весит. Вы помните ролик про Археоптерикс? Я там что-то трогаю за концовку какую-то, она ничего не весит. Да, да. Действительно, это... Я даже не могу вам сказать сколько. Это легче бутерброда. Да, да. А вот тандемный. Тандемную дайка потрогать. Плюс он усиленный. В местах, где будут сверлиться, выпиливаться здесь несколько слоев ткани. А так он воздушный. Слушай, ну прям... Когда... А как блестит. Он не полированный. Он не полированный. Эхо есть. Когда создатель Археоптерикса, он столкнулся с тем, что многие работают с карбоном и со стекловолокном, но не все могут соблюдать культуру веса. Именно. И далеко не у всех есть материалы. Когда он обратился к Милану, к директору и учредителю этой компании, он начал с ним разговаривать. Говорит, я хочу сделать очень легкий аппарат. Мне нужна тонкая ткань. У тебя есть 50 грамм на метр? Он говорит, да, она лежит вот здесь в шкафчике. Достает рулон, показывает. Он говорит, у других фирм меньше 160 грамм нет вообще. И многое что другое. И они начали сотрудничать. И он, благодаря ему, в том числе, архиоптерикс получился легким, таким, какой он есть. Видите, друзья, какие веселые и позитивные истории мы узнаем на выставке. Поддержите Волкова лайком. Спасибо. Еще одна вариация на тему электрические моторные тележки. Фюзеляжа какого-то результатного аппарата. Моторчики все... Где-то мы сейчас найдем фирму. А, вот она, кстати, эта фирма, которая моторчики и контроллеры делает. Можно взять, прям выбрать, что вы хотите использовать. Как? Какое напряжение? Какой мотор? Пожалуйста. Вот на парамоторах такие, я видел, очень часто используют. Собственно, в этих тележках, в дельтапланерах тоже, что-то, что-то примерно на эту тему. И вот мне нравится один летательный аппарат. Вот он. Атос. Который давно уже существует. И даже летает. Он потихонечку его доводит до ума. Концепция интересная. Это, знаете, как, когда человек летал на дельтаплане и потом думает, хочу планер, но тоже, чтобы был почти как дельтаплан. То есть идея, что, видите, крыло с тканевой обшивкой. Понятно, что это отвратительно с точки зрения аэродинамики, но в целом может быть или дешевле, или складываться очень удачно в какой-нибудь пакетик. В конце концов, тоже имеет право на жизнь. Дельтапланиристы играются в эту игрушку по-своему. Это наши коллеги из фирмы Айрос. Делают замечательные дельтапланы тоже. Вот такие дельтапланы. Буш дельтапланы. Представляете, вот с какими колесами. Можно, наверное, приземляться в любое место. Тоже с электромоторчиками. Пожалуйста. Вот такие характеристики. Вообще, конечно, дельтапланов я немножко боюсь. Я на дельтаплане ломал руку, когда учился в ХАИ, и после этого дельтапланы забросил. Но летать учился, по крайней мере, летал немножко. Не объять-не объятное. Дельтаплан, к сожалению, дает не очень правильные навыки для обычного пилота, потому что здесь, чтобы, например, увеличить скорость, нужно что сделать? Потянуть на себя вот эту вот трапецию. А чтобы уменьшить скорость, отдать от себя. А это дает абсолютно обратный канал управления соотносительно с привычными летательными аппаратами типа планера или самолета. Как говорила Стаббендер, что можно сделать из старой машинки Зингера. О! Как, до чего дошли мотодельтапланы в своем пике развития. Посмотрите, какой мощнейший мотор. Это мотодельтапланы это прям буксировщик, наверное, для того, чтобы тягать другим дельтапланы. Парашют явно встроен. Но моща. Ух! Аппарат! Это стенд, который сделал Клаус Ольман. Как будет выглядеть его планер. Друзья, инженер, который все это делает, любезно, сейчас расскажет о всех нюансах. Мы introduced here an electric propulsion system for the Clyder stemmer. So, we use a 70 kilowatt M-Rax motor to have the full power for the start. This is a redundant motor, because we have a dual winding. So, we use two inverters, each 35 kilowatt, in order to supply the motor. And we have redundant cooling, redundant pumps. So, meaning, if one system fails, we can still continue cruising. That is the main idea here. and if you look here, to the front, the two pictures, you can recognize we have two versions at the beginning directly. We design a version with range extender and another version for battery only. So, you may know the clouds, he wants to have fly real long distance and therefore he prefers the range extender, others, battery only. If you use battery only, we have eight of these modules with four kilowatt hours each, so that in total we have at the place where the Rotax engine was, we have all these eight modules at the same position than the Rotax and in that way we have a capacity up to 30 kilowatt hours and so we have a distance about three hours, we can fly three hours around about, so about 400 kilometers. If that is not sufficient, we need the range extender. This is a standard industrial motor from Briggs and Stratton called Vanguard, 600 cubic and has 30 horsepower and it converts the 30 horsepower to electric energy of 25 kilowatt roundabout. With a 25 kilowatt we can supply the battery system and the motor. So, for the start we need 70 kilowatt and for the cruising 20 kilowatt is sufficient so that for the cruising we don't need the batteries anymore and we have 100 liter fuel in the stem of wings so we can go up and the motor consumption is 5-6 liters if you do the math we can go to 3000 kilometers with this system which is probably very attractive and again 5-6 liters per hour so it's the good thing of that system is it is simple good easy maintenance and very low maintenance required because this is a very simple standard motor and it's a very nice solution it's electric solution thank you very much I hope you all understood what's interesting that the inverter is double-edged but Klaus has said a lot about that it should be double-edged but if something broke then the second will work this really this battery I guessed it is live with connectors this is all I could not think what is this thing here you can't see is the standard the system where now is the engine inside sg rotx here is see this motor is a brick and station not Koehler but it is kind of for a примитивная может быть чуть тяжелее легче можно было бы сделать но зато вот это вот это вот не ломается у нас на лебедках работала веками работала прекрасно а это проект космического корабля ведь какой нос и я не представляю зачем он что это за штука может объяснять вот сейчас мы идем может это какой-то проект сабин кто-то может быть делает сам или делал на галю супрастика счет их там не обойтись без винтажных планеров эта история посмотрите какие красивые старинные планера стоят на выставке вот они полированные металлические гляньте какая красотища ух все сохраняется за этим всем ухаживают можно будет также сделать например а 15 который у меня есть почему бы и нет превратить его в такой же блестящий и красивый полированной ну это какая-то деревянная конструкция по крайней мере вы теперь видите как этот планер сделан что это у нас такое как выглядит крыло обшито фанерой типовая конструкция видите ленджончик деревянники фанерка она кстати легко ремонтируется вырезается кусочек на ус вклеивается бенос умеет вот так вот оно крыло как крепится к вюзеляжу так понимаю что разобрали старинный планер и пожалуйста вам показывает как он вообще устроен это у нас какого-то шестидесятого года нечто с вообразным хвостиком конечно в музее в ассеркупе намного больше экспонатов про музей у нас достаточно много но вы видите даже на огромной выставке присутствует небольшое количество но винтажных планировочков как стыкуются крылья стандартненько фонарик я на таком летал между делом смотрите какой самолетик одноместный веселый с микро моторчиком и микро кабинкой взял с собой палатку и побежал летать вот эта штука как раз интересные друзья это целый планер за который инструктора получали в угол ас если вы присмотритесь это двухместный планер передняя кабина ниже сиденья инструкция сидит выше инструктор сидит выше ученика или ученицы а впереди находится единственный канал управления и когда инструктор тянется к этому каналу управления к ручке он нечаянно обнимается ученицу если девушка с большими глазами то можно так сказать задеть кое-что и получить в глаз именно та причина по которой некоторые инструктора ходили с так сказать локтем в глаз и все еще из интересных штуковин вот такая это смотрите какой планируетчик или самолетик хвосте у него находится пропеллер видимо это все-таки концепт хотя покрашен выглядит вполне ну покрашен конечно относительно так себе но в целом можно считать что такой макет может быть даже летающий конечно не сказал бы что это прямо что красиво выглядит говорят в авиации что красиво выглядит ты должно летать красиво пока это выглядит все таки как такая в общем-то поделочка но в целом почему бы и нет люди пробуют делают может это будет вполне себе ничего летать пожалуйста смотрите какая интересная штуковина две балочки тоже электромоторчик электроконцептик он конечно был уже и в прошлом году в позапрошлом поэтому много чего не изменилось но в целом как вот есть и на выставке показывает как батарейки станет лучше тогда и летать начнет один из красивейших летательных аппаратов это тоже кстати водородная штуковина по моему экспериментальный планер университетский сейчас мы посмотрим даже какой-то университет делает я больше про него рассказывал в своем прошлом видео прошлогоднем каждый год его выставляют каждый год вносит какие-то элементы новшества студенты этим занимаются и эта штука реально летает это по сути экспериментальный испытательный стенд который делает наш мир в будущем возможно сделать его лучше вот этот моторчик очень красивое решение с винтом на хвосте реклама я так понимаю спонсоров которые участвуют в этом проекте штутсгардский университет занимается студентики ну кстати видите замок отцепки можно даже планера буксировать представляете потерзали этот планер существенно видите тут и такое вклеено и сякое вклеено но реальный боевой экспериментальный аппарат клаус на нем много летал очень доволен и будем думать что подобные эксперименты изменят наш мир к лучшему прячется что же здесь прячется у нас друзья мэти летит над пиком ленина как раз и козаакстан айме и я тоганая а вот и козаакстан айме и я тоганая Субтитры создавал DimaTorzok